Денис, у вас також спросили, что это имеет место политическое замовление и причина этой трагедии – это политическая деятельность или журналистская? Сергей Самарский – это человек с обостренным чувством справедливости, который на протяжении многих лет борется за эту самую справедливость именно в городе Северодонецке и Луганской области. Сейчас некоторые люди через некоторых других людей, журналистов, псевдожурналистов распускают, пытаются запустить версию какой-то финансовой версии. Я скажу сразу то, что знаю я, так как я Сергея тоже уже знаю несколько лет, будучи руководителем партии, да, я его пригласил в партию, именно сам из-за того, что Вин Людына и Идна Людына. Он не занимался никакими финансовыми делами на протяжении нескольких лет. Он занимался журналистской деятельностью, а не коррупционными расследованиями. И Сэма у городской власти, будучи помещенником мэра, Вин Сэма ведповедал Сэма за антикоррупционные расследования стосовно прошлой власти или той силы, которая пытается бороться за власть Северодонецке и которой он противостоял. Поэтому я считаю, что политическая версия, она основная. Но мне бы хотелось взглянуть на проблему шире, потому что смерть Сергея, это то, о чем мы, и Сергея в том числе, пытаемся говорить уже на протяжении последних нескольких лет о том, что ситуация в Луганской области, она ухудшается с каждым днем из-за безнаказанности. Ситуация, вы какую самую имеете на увазе? Криминальная ситуация? Ну, криминалитет поднимает голову, как бы в том числе, и через криминалитет влияют на людей. Но вот Сергей привел факты угроз там ему и его депутатам. Я приведу факты того, как в 2015 году была ситуация, назовем в кавычках интересная, с Виталием Шведовым, который перед выборами в городской совет, будучи одним из основных кандидатов на мэра, попал в очень интересную аварию. За ним ехали определенные люди. И расследование завершено по этому поводу не было. Да, год назад, например, мне лично тоже угрожали на сессии городского совета. Я сделал официальное заявление, даже дал показания. Вот. Но мне даже не пришло никаких официальных заявлений по поводу, что с этим расследованием стало. Я не получил никакого ответа. Так же 32 криминальные проведения в городе Северодонецьком. Теж прокурор, місто полностью замылили. А у Василья Самарского были заявки, или нет? Так. Так он до прокуратуры обратился с заявками? Я не могу голословить. То, что он обратился к мне и говорил, что ему поврожают. Это тысяча процентов. Поэтому эти люди находятся здесь сейчас в области. Была информация у меня год назад. Мы ее доводили до правоохранительных органов. А то, что в области определенными силами формируется боевая группа для решения всяческих задач, в том числе силовых задач по воздействию на проукраинских активистов и тех людей, которые пытаются в этой области бороться. Поэтому сейчас на разе в области определенные силы от прямых угроз приходят уже к насильственным действиям. Буквально несколько дней назад была сессия городского совета в Лисичанске, где руководитель территориального центра, как оказалось, впрямую угрожал одному из депутатов городского совета от партии «Самопомощь», тоже депутату с активной проукраинской позиции, что скоро его повесят. Те люди, которые придут скоро сюда, они его просто повесят. Но правильная принадлежность тут нет? Там «Самопомощь», там «ВПП», тут не партия. Тут нет, только проукраинская позиция. Так уж склалось, что те люди, которые занимают активную проукраинскую позицию, они больше активнее, пытаются бороться с той несправедливостью и коррупцией у нас в области, в наших городах, которые есть. Поэтому от прямых угроз, я считаю, определенные люди начинают переходить к насильственным действиям. Поэтому с Сергеем та же самая ситуация. Поэтому если в ближайшее время в Луганской области не будут приняты по Луганской области серьезные выводы в разрезе силовиков, в разрезе тех людей, которые отвечают за ситуацию, и люди не начнут быть наказаны за те преступления, которые они не совершают, понимаете? Потому что у нас сейчас идет одна расправа за другой. В СИЗО Северодонецка 33 добровольца сидят. Про покорание хотим еще поговорить.